Как мог, смастерил вам то, что смастерил. Вот такой у нас сегодня будет интересный Зоя Полякова эфир. Мне кажется, что-то не помню, что вы были сегодня у нас в обед. Скажите, пожалуйста, что у меня по здоровью? Не смогла посмотреть эфир, где вы говорили. Солнышко мое, по здоровью у вас все, что связано с коленками, либо где хрящи, или как же говорят-то? Ну, где кости смыкаются? Хрящи называются, да? Вот что-то там. Алиса, громкость 2. Вот что-то там. Обращайте, Зоя Полякова, на это внимание. Вот футболочку одеть. Что еще, Солнце, мы не хотели спросить? Сегодня мы будем говорить в Инстаграме. Я прям, ой, так хорошо телефон поставил, что я прям вижу ваши чаты. Я сейчас общаюсь со своим по Инстаграму. Извините, пожалуйста, ничего страшного. Посмотрите в записи. Это же не принципиально. Я просто... Вы мне просили предупреждать? Я вам предупреждаю, что начинается эфир. Петр, у меня вопрос. Во сне я видела любимого мужчину. Кормила его с ложки вареньем. К чему это? Высшие силы. Ирина спрашивает про сон. О чем он-то был сон? Зачем вы ее предупредили? О чем вы предупредили? О чем вы кормишься рукой? Иди покорми птицей, говорит. Покорми птицей, чтобы тебе приулыбнулась удача. Зоя Полякова. Все поняла. Смотрите, какой вам чат сегодня сделал. Яша. Потому что мне так не хотелось идти в офис. Я, короче, кое-что там перепутал. Я думал, что я вечером не выйду в эфир. Но вот вышел, потому что я что-то перепутал. Что-то пошло не так. Сегодня мы будем говорить, кто вы на самом деле для Бога. Поэтому поставьте лайк. Именно Бог, высшие силы сегодня через моим голосом будут общаться с вами. Здравствуйте, Наталья. Сердечко вижу. Здравствуйте, Эпек. Здравствуйте всем. Эфир у нас будет негодальный. Вы видите, карт здесь нет. Я максимально вам говорю, хватит гадать. Судьбу прогадать. Будем сегодня общаться больше по психологии. Скорее всего, может, гороскопы Golden Center захватим. Но главная задача нашего эфира, кто вы на самом деле для Бога. Лайк ставите, присоединяйтесь. Молодцы. Инстаграм тоже я вас вижу. Очень все хорошо. Но лучше, конечно, переходите в YouTube канал. Если у вас есть, хотите хорошее настроение, сегодня не забывайте. Я кое-что сейчас скажу. Солнышки мои, послушайте внимательно. Для всех, кто верит в ведьмы. Сегодня у нас ночью будет луна. Луна спрятанная. Луна в темноте. То есть начнет расти луна, но еще только завтра. Поэтому сегодня ночью, если у вас плохое самочувствие, либо ночью плохо спите, знайте, на вас кто-то гадает. Да, да, да. На вас кто-то гадает. Подснежники в эфире. Вернее, эти ландыши. Все для вас, дорогие мои. Композицию быстро сообразил. В Инстаграме посмотрите. Я также в YouTube, в Telegram канале, в Stories, как я эту композицию собирал. Потому что она, что-то тут не вся полностью вошла. Я так старался для вас, чтобы было красиво, что все было интересно. Всякие фишечки поставил. Там Аполлона поставил. Свечи, ландыши, тюльпаны. Все для вас собрал. Ну, что-то в камеру все не влезло. Ну что, солнце мои. Кто же вы на самом деле для бога? Так. Ой, я буду вот так вас водить. У меня вот такое устройство есть. Мне еще предложили, можно зарядить сегодня фрукты. Нет, фрукты мы сегодня не будем заряжать, потому что, помните, да, мы сегодня будем разговаривать с богом. Кто вы для него на самом деле? Зачем вы сюда пришли? Поэтому давайте вспоминать, что случилось с Адамом и Евой. Они запретный плод скушали, яблоко, да? Поэтому сегодня бог и яблоко точно не будем мы соединять. Хотя у нас в эфире мандарин. Это чисто для преднорождественского, предновогоднего настроения вам в ваши, так сказать, хаты. У меня тоже вопрос. Я общаюсь с человеком, который мне нравится. Он пишет вдруг, вообще не пишет, как будто меня нет, что мне делать. И пек солнышко мое. Если вы верите этому человеку, и то, что, не дай бог, вы умрете, он придет на похороны, значит, 100% это ваш человек. Если вы чувствуете, что он не придет на ваши похороны, к сожалению, это не ваш человек. У меня очень простые ответы. Иногда даже в лоб. Пётр Николаевич, сегодня после эфира на работе пошла в туалет. Чего? И увидела паука. О, господи, я сейчас буду, думал, сейчас будет про менструацию, что-нибудь там вот это рассказывает женщина. Паука черного, небольшого. Подскажите, к чему? Давайте у высших сил спросим. Высшая сила. Тот, кто смотрит в Инстаграм, переходите в Ютуб. Высшая сила. О чем идет речь? Если я увидела паука, если я вижу паука, что это такое? В народе говорят, что будет письмо. Кстати, напишите. В народе вроде бы говорят, что будет письмо, да? Теперь мы спрашиваем у высших сил. Если видеть насекомое, да? Это насекомое же? Ну да, насекомое. Жук, насекомое, паук. К чему это? Сейчас я соединяюсь. Открытки, пожалуйста, отправляйте. Ой, к нам сегодня это, каштанка опять пришла. Надеюсь, она сегодня-то нам расскажет, кто она такая. А то вчера спрашивали, 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 спрашивали. А она даже не ответила. Так, паук, паук, паук. Сейчас я связи держу и спрашиваю. Кто паук для них? Для нее что? Ну, смотрите, это как пытается до вас кто-то дотянуться. Если вы увидели насекомое, это не означает письмо. Это какой-то человек до вас хочет дотянуться. То есть, какую-то новость вам хочет сообщить, написать. Знаете, смс-очку написал, смс-очку стер. То есть, это, да, действительно информация, но человек, который хочет выходить с вами на связь. Вот так мне только что передали высшие силы. Для вас, солнце. Ой, у меня сегодня нестандартный эфир. Ничего делать не могу. Так, дальше. Наталья. Все очень красиво, Петр, спасибо. Для вас старался, солнце. Заходите в YouTube канал, в Telegram канал, посмотрите вообще, как я это делал. Алиса сразу поняла про паука. Добрый вечер, Росита. С Роситой мы сегодня все-таки вроде бы закончили тот обряд, да. Все должно у нас. Ух, держим, как говорится, кулачки, все получится. Каштанка цифру 4 посылает, хотя я четко задал вопрос. Кто ты? Вот почему этот человек не отвечает, кто она? Ну, а зато она какую-то цифру пишет. 4. Чего за 4? Мы вроде бы тут не гадаем в карты. Ну, человек, наверное, на своей волне, что ли, живет. Не понимаю я. Ну, мне очень хочется узнать, кто она. Зюльфия. Ну, что, солнышко, не написал еще, не позвонил. А смотри, я же ведьма говорил, вы там гадали сегодня так. Я со стороны, конечно, смотрел, как вы там все эти гадаете, гадаете, дрочите эти карты. Ну, смешно, конечно. Ну, что, удовлетворились. Чувства себя привели. Ничего там, Зюльфия, не написал он тебе, да, как гадал, как говорил ведьма. Ну, а теперь копите денежки, обращайтесь за личными раскладами. 30 минут. Каждая карта будет рассказывать, что у тебя было и что будет с этим человеком. Как этот человек к тебе относится и что сделать, чтобы ваши отношения были самые лучшие и идеальные. Но для этого нужно лично обратиться. А не так, знаете, по одной карте для всех. У меня сегодня скидка, одна карта для всех. Смотрите, что Каштанка пишет, да, Инстаграм вы видите. Я ее спрашиваю, вчера спрашивал, сегодня спрашиваю. Я говорю, женщина, Каштанка, назовите хотя бы свое имя, чем вы занимаетесь. Она знаете, что пишет? Другая я, другая, не другая, другая я, не другая, не другая мама, другая мама. Это, знаете, как цыганки такие наговаривают. Давайте для YouTube-канала я вам покажу это. Вот, смотрите, как цыганки выглядят. Вот так цыгане выглядят. Видите, что пишут? Другая я, не другая. Вот, ну, больше человек, видите, даже имя свое написать не мог. Ну, что теперь? Вот, кстати, вам эфир. Смотрите, какую красоту я сделал. Вот, красоту для вас я сделал. Ну, у меня нету просто здесь в доме стойки для телефона. Ну, что теперь? Думаешь, это так, как и я? Солнышко ты мое, ты заблудилась. Ну, назови хоть свое имя. Ну, наверное, ты не забыла. Помните, солнышки? Спросите фамилия, имя, отчество. Далее заходите в интернет и пробиваете на судимость, на розыск, на должников вы можете пробить. Вот максимально хорошо, и только потом переводите за их предсказание денежки. Высшие силы. Потом не говорите, что я вас не предупреждал. Где эта девочка сто тысяч кому-то она отнесла? В какое там агентство второго? Санка, что так и будет тут сидеть? Сегодня ведьмы будут гадать, нагадать на вас. Гадать, гадать на вас. Так, Каштаночка, раз ты молчишь, раз ты молчишь, к сожалению, мы тогда тебя... Нам здесь, знаете, цыганки, вот эти, не нужны. И так будет с каждым. Если вы не представляетесь, к сожалению, вы покидаете чат. Мне некогда тратить на вас время. Очень красиво. Гороскопы даже с нюансами все обобщают. По гороскопу я чуть ли не женщина, легкого поведения, использующая мужиков. Сегодня у нас был эфир, по поводу женщины и, как там, аферистка. Ну, кстати, там манго так. Чего там манго? Как красиво. Красиво, да. Композиция просто супер красиво пользуется. На самом деле, у меня еще есть бокал виски. Вы можете в этом посмотреть. Бокал виски. Но я чуть-чуть налил, так сказать, для храбрости. Потому что сегодня будет очень темная ночь. Луны не будет на небе. И поэтому они максимально, все негативы заходят в ваши дома. Я вас спросил. Не пожалейте 300 рублей, зарядите водичку. Никто не обратился. А я предупреждал. Дальше обращаться ко мне очень дорого. А к битве экстрасенсов обратиться стоит 35 тысяч рублей. Просто поговорить. Поэтому тень-тень. Думайте, как говорится в Таиланде. Думайте. Так, ладненько. Сейчас я просто тут в инстаграме сразу параллельно еще читаю. Птица счастья. Как же мне тут крутить, а? Так, сегодня кто-то мне присылает уже как его, код, штрих-код SDEC. То есть посылочку отправили. Я просто отсматриваю. Поэтому давайте, успевайте. А сегодня Ахмед уже прям как на работу сюда стал к нам приходить. Сейчас я прочитаю весь ваш чат и начну эфир. Эфир еще раз начинается. Называется у нас сегодня Па-бам! Кто я для Бога? Паук это крестьянка в народе. Ну да, то есть в народе. А тут я сказал, что какая-то новость к ней придет. Человек тянется к ней. Что-то опять Юля Украина пропустила. Паук, если спускался к вам, тогда это будет новость. А я ей сказал, что... Мне высшие силы сказали, что этот человек тянется к вам. Но это не означает, что письмо придет. Человек пытается выйти там с вами на связь. Пытается что-то наладить. Чуть-чуть может измениться. Перемь, поимениться. Как еще сказать-то славу? Какие? Зои Полякова. Если часто видите пауков, то, к сожалению, это надо вызвать службу, которая убивает этих насекомых. Если вы их часто видите. Не только открытка, будет еще подарочки. Вот Людмила мне присылает фото. Так, так, так. Сейчас я открою, раскрою полностью весь эфир. Я четко скажу, что вам от меня, от них нужно. Господи, что-то я заговариваюсь. Юлечка, ты еще ничего не пропустил. Мы только начали. Только вот, только эфир. Вот и глюкает. Я вопрос писала. Юлечка, начинается. Давайте сразу договоримся. Не надо писать. Я вопрос писала. Возьми. Я не поеду вверх, перелистывать не собираюсь. Возьмите и напишите вопрос заново. Скопируйте, вставьте и отправьте. Ну вот, Роситочка. А я что тебе сказал? Сегодня, напоминаю, мы делали серьезный обряд. Вот с сыном она пишет. Я поговорила только что. Он сказал, что завтра приедет. А у нас был обряд как раз на детей. Ну вот, видишь, Роситочка, как быстро мои обряды срабатывают. Обращайтесь теперь вы. Посмотрим, как ваши обряды будут срабатывать. Солнышко Алла Пугачева говорит. Сегодня я на работе. Видать, концерт дает в Израиле. Айгонь, Оксана. Это вылет от души. Любовь Успенская к нам пришла. Я внимательно вас слушаю. Анна Баирова. Анна Асти здесь сегодня. Прям сегодня все звезды в эфире. Солнышко, Анна Баирова. То есть мне на что на почту идти? Я думаю, что почтальон мне в этот почтовый ящик бросит. Что хотят? Я хотя сегодня проверял, не было еще. Что хотят передать высшие силы мне? Ой, Юля Украина. Ну давайте уже включайте мозг. Нельзя гадать одно и то же. Высшие силы вам уже сегодня что-то передавали. Насколько я помню. Через карты вам сколько можно вы уже спрашивать одно и то же. Что там они хотят вам передать? Ну скажем так, вот честно сказать, высшим силам вообще наплевать на нас. Вот так скажу. Но если вы обращаетесь личного характера, то есть по каким делам, каким-то важным делам, и не каждый день, и не через час, то тогда они вам передадут. Про имена будем говорить, но если не сегодня. Сегодня мы будем говорить, скорее всего, сначала про Бога. Дальше будем говорить про ваши гороскопы. Возьмем имя и кто вы по гороскопу. Еще раз, это говорят не карты. Я круче, чем таролок. И вы это уже наглядно видели. И не раз убеждались. Яна Доброго Дня. Инстаграм привет. Лучше переходите в Ютуб. Давайте объясню, как правильно писать желание на открытке. Во-первых, поздравляйте с Рождеством, либо Новым Годом человека, кому вы отправили открытку. Правильно? Правильно. Дальше пишите. Уважаемый волшебник, уважаемые высшие силы, Дед Мороз. Ну, в кого вы верите? Исполните мои три заветные желания. Это то-то, то-то, то-то. Вот примерно так пишется желание. Как у меня получится с работой, Людмила Смирнова? Ну, как-то чуть-чуть не в тему спросил. У нас тут разговор с Богом сейчас будет. Она все про рабство. Работа это рабство. Пожалуйста, идите в рабы рабствуйте. Мы занимаемся любимым делом. Мы веселимся. Мы зарабатываем. Мы занимаемся любимым делом. Не могу ничего. Юля Украина что-то там удалила. Все. Давайте я начну все-таки эфир. Раскачивались мы аж 20 минут. Трудимся. Молодец, Аня Марчу. Хорошая ученица. Вот жалко ты деньги унесла не в то агентство. Ха-ха-ха. Итак, раз, два, три. Высшие силы, мыхо Бог. Что нужно для сегодняшнего эфира? Что от них? Тот, кто присоединился. Лайк поставили. Я видел, кстати, девочки. Давайте чуть-чуть. Они просто это говорят. Я видел, вы сегодня кто-то действительно присылал. Отсчитывали, что отправили 10 человек ссылки. Скопировали ссылку на мой канал, на мое видео. И отправляли, кому посчитали нужным. Молодцы. Бог вас наградит, увидите. И три часа не пройдет, как волшебство в вашей жизни начнет постепенно появляться. Услышали? Услышали. Итак, за репосты вам подарки будут. Зульфия, Зульфия. Что там опять Зульфия у нас ждет? Не могу я что-то понять, что она хочет. Опять мужчину хочет. Сегодня у нас у Алисы был опять очередной кризис. Она сказала, что не надо в чате гадалок. Убирайте все карты. Это не должно быть. Ты сновидящий. Ты и так все видишь. Зачем тебе эти ведьмы? Вот она такую истерику сегодня закатила. Насчет дневного эфира. Как, кстати, вам прошел дневной эфир? У меня не гастроли. У Аллы Борисовны сегодня не гастроли. Ой, сегодня Марьям. Сегодня для вас, мои хорошие мальчики и девочки. Такой вот сделал эфир. Солнце мое. Давайте все-таки с Богом поговорим. Хорошо? Что от меня ждут высшие силы? Солнышко. Вот сейчас все начинаем. Давайте начнем все-таки с Инстаграм. Вас не там так много. Смотрите, что нужно сделать. Все. На вопросы я не отвечаю. Слушайте, что нужно сделать. Между собой можете общаться ради Бога. Начинаем, Елизавета. Начнем сначала с Инстаграма. Высшие силы. Что им делать? Чтобы... Кто они для вас? Бог. Кто для вас они? Что им нужно сделать? Они говорят, пусть они выполнят условия. Ну, в принципе, условия выполнили. Да, лайк поставили. Дальше. Они говорят, пусть сначала напишет тот, кто плакался. Либо тот, кто прям недавно свеже сплакал. Напишите, пожалуйста, имя. Кто сегодня... Прямо недавно они говорят, свежие слезы. Чи? Выйдите на связь, пожалуйста. Тот, кто недавно плакал. Мне уже есть подарок. Сыночку намного стало все лучше. Обнимает меня и учится. Благодарю, Петр Николаевич. Вы волшебник. Это нажив. Нажив. Людмила. Я плакал. Так, Людмила плакала. Еще кто? Елизавета. Я ревела из машины. Милая дракоса. Ты что ревела? Вот представляете, они вас видят. Я, ну как человек, я даже в голову не могу представить, что кто-то мог у меня реветь сегодня. Ой, Наталья плакала. А оказывается, Аня Марчук, все плакали. Ох, елки. Вчера плакала. Свежие. Эс-голубь. Это кто такая эс-голубь у нас? Новенькая. Сегодня Алиска еще плакала. Да, да, да. И Алиска плакала. Я понял. Вот сейчас Бог про вас и говорит. Я плакала. Боже, что мой. Сколько слез. Сахома. Милая дракоша, поставь стакан с водой. Сейчас я тебе заряжу и иди. Как разбогатеешь, потом не забудь обратиться за сеансом. Стакан с водой поставь, я тебе сейчас сделаю, чтобы те все стелились перед тобой. Вам писала в WhatsApp сегодня. Ой, кто сегодня только не писал в WhatsApp? Аватарка там другая. А, это которая заплатила сеанс, что ли? Я правильно понял? В Китае перевели деньги, я правильно понял или нет? Я вчера немного плакала. Сейчас, пусть она воду поставит и напишет, что стакан с водой стоит. Сейчас я быстро ей помогу с машиной, а дальше я вам расскажу, тот, кто плакал, что Бог про вас сейчас говорит. Бог всех видит. Кстати, я даже сам не ожидал. Я еще думаю, они мне говорят, пусть выйдут, кто ревел. Я думаю, что за ерунду я буду сейчас говорить. Ну, пришлось говорить. Вы знаете, я не вру, как надо я говорю. А оказывается, столько людей плакало. Офигеть. Девочки, пожалуйста, я вас очень моляю, перестаньте гадать. Вас заберут. Либо вы должны четко обратиться к человеку, которому вы верите и проверены, который не заберет у вас удачу. Сегодня ночь. Вас будут гадалки все с вас энергии забирать. Смотрите эфиры, расклады. Все. У вас вообще пойдет жо-же. На же, короче. А те, кто не смотрит, для вас будут мандаринки, апельсинки, а также мужчины и секс. Ладно, стоит, дайте машину ее. Что-то они крышу машину показывают. Это снег убирала на крыше машину. Так, солнце, стоп. Я сейчас работаю только с дракоши. С 300 рублей присылайте мне на счет, дальше присылайте фотографию и воду вам заряжу. Не обеднеете. А то хотят и палку получить. Я все, я вижу, эсочка. Да, 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 я вижу, эсочка. Сейчас поговори, бог с тобой поговорит, эс. Лучше комедию посмотрите, либо. А кто такая Елизавета? Вы можете Елизавета представиться? Даже интересно стало. Спасибо за реакцию. Оля Бородихина всегда заряжает. У нее 6 детей, но она на 300 рублей всегда находит для своего же удовольствия. Кстати, насчет Оля Бородихина. Она у нас после этих вызовов мужчин уже опять настала знакомиться. Опять ее там и на интимы приглашают, на свидания. Да, да, да. Опять у нее все поперло. Так, почему это молчит, как ее, с крыши? На крыше что у тебя? На машине дракоша. Я жду, когда она пишет, она молчит. Я ваш канал полгода смотрю из Калининграда. Калининград шикарный город, обалденный. Прям обожаю его. Левиса Лев. Добрый вечер, Пюта Ярухсора. Так, солнышко, выйдет она эта дракоша или нет сегодня на связь? В крыше все хорошо. Не знаю, они тебе крышу показывают. На крыше что-то не то. Что там не то у нее на крыше? Можно хоть каждые 5 минут заряжать воду. Это ваши проблемы. И если вы хотите сбежать от проблем, заряжайте воду. И это, естественно, не бесплатно, если я сам, как вот милая дракоша, не вызвался. Ничего страшного. Меньше хлеба сожрете. Зато хоть счастливее будете. Точно прет, да не то все. Только интим подавай. Кроме безрукого в кино зовет. Благодарю, Петр Николаевич. Солнышко, а ты как хотела? Поверь мне, они тоже все хотят, ищут кваросавицу. Все стройненькую ищут. У тебя, солнышко, 6 детей. А как ты хотела? Снег. Говорят, счищай снег, они говорят. С крыши счищай снег тщательно. Никогда не езди, говорит, со снегом на крыше. Милая дракоша. Дальше. Вода, которую ты поставила, попрыскаю в салоне. И руль обязательно. И где педали тормозные, тоже там попрыскаю. На этом все. Кресло прыскать не нужно. Вот особенно крышу. Ну, я сказал, пересмотри эфир. Короче, все, некогда. Иду дальше. Как разбогатеешь, обратишься ко мне за обрядами. Функцию права участия экрана, 5 смайликов. Малис и Саньки. Все, давайте разговаривать с Богом. Итак, высшие силы, они появились. Действительно, они есть в чате. Действительно, много ревело. Высшие силы. И что дальше им делать? Бог. Вы их призвали. Вы их позвали. Они согласились. Ждем ответа. Тише, 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 тише. Особенно те, кто ревелись. Секундечко сидите, ждите ответ. Не знаю, они говорят, он говорит, они сами нарвались на это. Но я дальше, что нарвались, а не что дальше? Что им делать теперь? Как выйти или как? Не знаю. Он на вас очень зол. Вот для тех, и сейчас давайте я объясню. Для тех, кто ревелин, на вас высшие силы очень злые. Сразу говорю. Меня перебивают звонками по телефону. Ничего страшного. Можете в записи потом посмотреть на ютубе. Ватсапе пишите, фотографии присылайте и отправляйте на тот телефон, на который я скажу деньги. Далее пишите, на что вам зарядить. Видите, многие зарядки разные. На красоту, на молодость. На машину, на квартиру, чистка дома. Естественно, это все будет на какой-то период времени. Хоть ванну заряжать, мне без разницы. Главное, чтобы я фотографию видел. А почему ты знаешь? Я Киименко. Ого, шесть детей. Да, у нее шесть детей. И все равно, и женщина не унывает. Что-то делает. Трудится, работает, болеет. Короче, все, он на вас обижен. Все, я не буду больше смотреть. Он постоянно на вас говорит, что он обижен. Значит, за дело. Значит, за дело сделали. Давайте. Теперь каждого буду отдельно говорить. А кто не ревел, что делать? Все, Аня Баирова. Теперь будем смотреть каждого. Пожалуйста, инстаграм, пишите имя по крещению. Я вам буду говорить, что о вас думает Бог. Только не спешите, я все равно медленно отвечаю, ладно? Инстаграм, начинаю с вас. Срочно пишите имя, если вы хотите узнать, что о вас думает Бог. Людмила. 35, 25, 25, 33. Очень хороший у вас был выбор. Возраст 25, 33. А сейчас, говорит, идет на убывание. То есть, на сколько вам лет тогда? На убывание идет. Дальше что вы? Она как выполнила свою миссию на этой земле? Так себе, так себе, так себе. А как вы на нее смотрите, обижены? Нет, я ей просто ничего уже не даю. Короче, так себе, ладно. Дальше, Наталья, инстаграм. Ну, там сердечко идет для вас. Посылается прям. Энергия хорошая для вас идет. Наталья, нормально все. Ирина. Хаустова. Хаустова, Ирина. Скушайте что-то зеленое, они говорят. Типа гороха. Заморожены бывают. Любит он тебя, любит. Я не знаю, кто-то тебя любит, короче, Ирина. Они говорят, любит он ее, любит. Сахоба. Сахоба. Смотрим, да, Сахоба. Человек, говорит, закрытый. Человек закрытый, как в решетку ее посадили. Тебе надо гипноз на самом деле, птицу счастье твою пускать. Человек закрыли. Все, иду теперь из YouTube. Так, имена. Вас тут много. Лайк обязательно поставьте, а то с вас заберут здоровье. Начнем с... Давайте с Анны Баировой. Слушайте, Анна Баирова, как вы к ней относитесь? Кто она для вас? В смысле закрыл я вас? Куда закрыл? Где я вас закрыл? Алиса? Где я ее закрыл? Ничего у вас не закрыто. Если вы пишете плохие слова, сообщения не будете видеть. Так, ерунду не страдайте мне. Она и на WhatsApp мне пишет. Передать херачит. Вот что она меня отвлекает? Кто плохие слова пишет? Счастливая, и YouTube. Все. Ненормальный. Пишет и пишет мне WhatsApp. У меня чат сбивается из-за этого. Тут люди нормальные вообще. Ничего, ничего. Я вас выведу на воду. А вы думали, что все такие пушистые? Бог все, каждый вас видит. Не переживайте. Ходите на этих гадалок, верите. Вот вам и результат. Пусть вас побольше еще фигачит. Я прям буду радоваться только. Предупреждал вас. Сегодня ночь такая. Ох, вас, она сегодня энергии с вас соберут все. Прям покос сегодня будет людей. Да, 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 это, доиграйтесь с Богом. С гадалками своими ведьмами. Дальше. Баирова. Как относитесь к ней? Вес есть у нее. Как бежит. Она бежит от Бога. Она говорит, она от меня бежит. Она пытается. Ну, там-то, может, головой что, я не понимаю. Она говорит, и бежит от меня. Ну, короче, я, Анна Баирова, вам желаю, чтобы вы более искренне были с высшими силами. Если вы в них верите. Вот и все. Кстати, а можно задать Баирова вопрос? Вы верите вообще в Бога? Яша Гордиенко и Вячеслав. Как вы к нему относитесь? Кто он для вас? У вас есть брат, кстати? Вячеслав. Либо они как брату, брату говорят, потому что... Про детство рассказывают ваше. Там не очень хорошо было. Обиды есть. Как вы к нему относитесь? Человек запутался. Когда тебе туалетную бумагу показывают в рулоне, говорит, человек запутался. Будем ждать, когда распутается. Ольга Бородихин. Да, у меня три дочери и три сына. И три внучки. И да, ой, точно, у тебя же еще внучки. Хотя девчонка молодая. Зульфия. Ой, как это сложно. Бога там, от Бога сильная энергетика идет. Еще вот вас, вот это, понимаете? Это настолько личное, что здесь в эфире вообще это нельзя говорить. Понимаете? То есть они показывают то, что я вообще не должен говорить. Просто это человек обидится, человеку станет плохо. Я вот максимально сейчас буду укороченно все говорить. Потому что про вас мне все показывают. Зульфия. Кто для Бога она? Для Аллаха, наверное, все-таки уже. К ногам. Ну, она идет, знаете, как к ногам. Сделится, а то к ноль. Пусть голову, говорит, поднимет кверху и нас увидит. А то все вот только стелится к ногам. Оксана, Ксения, кто-то. Кто для Бога? Кто для Бога, Ксения? Кто для Бога, Ксения? Для Бога, Ксения. Вова, добрый вечер. Вова, Волк25 к нам присоединился. Гурьянова, Виктория. Всем добрый вечер. Переходите, пожалуйста, в YouTube канал с шапки профиля. Я в YouTube сижу. Ксения. Вот до Ксении вообще закрытый доступ. У нее, знаете, как она, как Бога не видит, как закрыта к ней доступ. Они закрывают ее. Бородихина Ольга. Еще год будет, спина у нее еще будет болеть, еще год будет склонена. То есть, какой-то этап проходит. Через год все у нее выправится очень хорошо. Пойдет дела, через год лучше. Юля, Украина. Вова, переходи в YouTube канал. Тоже там дети у нее есть, у Юлии Украины. Кто она для Бога? Ее показывают в белых одеждах, знаете, как ангел какой-то. Ну, то есть, она как прислужница Богу, что ли. То есть, она может легко быть в храме. Вот такие вот вещи она может делать. Это Юля, Украина. Анна Марчук. А там вообще решетку поставили. Тоже закрыли тебе доступ к Богу. Видать, пока не исправишься. Марьян. Приберитесь, говорит, у себя в помещении, в доме. Я не знаю, сделайте порядок, они говорят. Запуталась, замусорилась. Не знаю, как так они говорят. Ольга, ты счастливая мама? Да, конечно, счастливая. Но секс-то хочется, понимаете. Лейса Лев. Руксора. Кто она для Бога? Для Аллаха. Тоже ей говорят, пусть глаза вверх поднимает. Быстрее заметим. Ну, как тебя не видят, что ли? Ирина, Ирина. Она, когда смотрит на море, либо солнце, мы ей улыбаемся. Она это видит. Ну, короче, нормально, она говорит. Анна Баира, что-то удалила. Рима. Лайки. Они как лайки ставят, так палец вверх, такие классно, классно, классно. Ну, ну-ка, дай-ка поглубже посмотрю, Риму, кто она для вас. Довольная. Она здесь, знаете, как на земле для красоты, что она как-то вот, ее опять показывают, как красота. Елизавета. Ждите, ждите, сейчас всех посмотрю, ждите. Видите, я и без карт про вас все могу рассказать. Елизавета. Пусть, говорит, обратит на живот, где живот, зона живота и потом позвоночник. Туда, говорит, пусть смотрит, а не на нас, говорит, смотрит. Наталья Марамзина. Спасибо за лайки. Так, чего? Сейчас уже скоро закончу. Спасибо за лайки. Так, Марамзина. Как вы о ней, что думаете? Красавица. Красавицы, говорят. А сколько ей лет? Красавица, говорят. Ну, от Бога уходила, говорят. Интересно, пусть Наталья напишет. От Бога уходила, красавица. Так, не говори, Ириша. Ой, Иринка, это Ириша еще, что ли? Зоя. А, Джоя, надо посмотреть. Я что-то уже дома закончились имена. Что-то у вас много сегодня, да, девочки? Так, а подснежники сегодня проснулись? Новенькие здесь есть в чате? Что-то не вижу. Так, Зоя. Кто для вас? Она. Она, знаете ли, она как... Зоя. Она как верит в какие-то потусторонние миры. Вот как-то она несколько миров знает, либо изучает. Вот как-то... Вот так ее показывают. Какие-то у нее несколько миров. Космической, что ли, она получается. Людмила. Ольга По. А что она всегда вечером приходит, когда мы уже скоро заканчиваем? Сегодня как у вас настроение, Ольга По? Все, я заканчиваю этот диалог. Давайте просто будем теперь общаться. Потом будем продолжать. Так, не знаю, наоборот, мне кажется, пришла к Богу сейчас более осознанно. Ну, Солнышко, ну это ты же этим словами-то доказала то, что ты уже уходила, или бы не приходила к нему, а раньше осознанно не относилась. Правильно? Все. Оля По сейчас нам что-то погадает. Оля По, а ты можешь в карте каждой женщине по карте кинуть? Или ты у нас на работе, у станка? Сегодня какая-то ночь такая, темнота, и все ведьмы выходят гадать. Это правда, Ольга По? Давайте мы с Олей Попов говорим. Все остальное, девочки, заходите за моими личными сеансами. Жду, что вы напишите. Яшечка, вот я не помню, что я говорил, все, что я говорил, все, это и есть правда. Запутаться, значит, тебе передали слова то, что тебе передали. Все остальное только лично ко мне обращайтесь. Так, где моя эта По? Джулипо. А это Ольга По, да? Есть Джулипо. Вот свои, сколько их собираются. Что такое По? По барам, что ли? Или по пьяни? Стало меньше есть. А что до этого много ело, что ли? Я же это не помню. Я когда говорю, я... Ну вот это как ее, ведьма тут сидит, как ее зовут? Оля По, она понимает, о чем я говорю. Кто-то мне что в телеге пишет. Все, Оля у нас пропала. А, про живот. Ну, наверное, наверное, ребятки. Я даже не помню, Ализавета, что я тебе говорил. Потому что я говорю в потоке. И это не мой мозг говорит. Не мой мозг фантазирует. Вам идет информация, я вам ее рассказываю. Кто у меня на личных сеансах, тот вообще там и плачет, и смеется. И обряды мы делаем. Вот сейчас у меня сколько время? Алиса, время. Ой, у меня тут одна подписчица говорит. Я, говорит, раньше думала, что вы говорите Алисе. Вот это девочки, что на афише. И приказываете ей включить песню. Сказать, сколько времени. Сказать погоду. Я, говорит, раньше так думала. Потом, говорит, думала, может это домовой у него так зовется. Нет, дорогие мои. Это умный дом. Включается свет, включается телевизор, включается музыка, включается чайник по команде. Умный дом. Алиса, которая вот сейчас модератор, это живой человек. Она живет в Китае. Ну, для тех, кто действительно еще до сих пор не понял, что это такое. Так, а где это вот это по? Исчезло все? Или у меня что-то с чатом глючит? Вот. Ватсап перед вами. Зоя Полякова. Что-то тебе сказали, я не знаю, что тебе сказал. Солнце мое. На-на-на-на-на-на-на-на-то пропоет. Сегодня Яша у нас подписался, много пишет. А вчера с кем я сильно общался? С Ликой вроде бы. С у нее нету здесь. А я у Алисы спросил, сколько время, да? Алиса, сколько время? Все, я сейчас... А у меня сеанс будет через полчаса. Про кофе вообще не... А давайте спросим у высших сил, что такое кофе? Давайте спросим, что такое кофе? Почему человек действительно не может... Для меня... Допустим, у меня кофе не сильно уж и бодрит. Прям пишут, ой, не уснешь. У меня вообще такого нету. Выпил, да выпил. Так, да, поблагодарите. Не важно, какая плохая была информация. Поблагодарите высшие силы. Лика тебя бросила, кинула. Она по барам пошла. В пьяном угаре. Так, Котя, в гирлянды играться нельзя. Кто плохие слова пишет, они здесь не отображаются. Все, молодцы. Все поблагодарили. Эфир наш будет сейчас завершаться. Что еще хотел сказать? Фрукты мы заряжать сегодня не будем. Крем на молодость мы заряжать не будем. Для этого есть ватсап. Хотите, пишите. Я вам лично заряжу. Естественно, все это шоу. Естественно, особенно карты. Сегодня самая ведьминская ночь начинается. Вы видите, вот эта Ольга Па куда-то опять исчезла. Да что ж такое? Эти ведьмы как заходят, потом их как ветром сдувает. Хочу вот, ну помогите ведьмам, ну вы же ведьмы. Ну вот столько людей, да, вот помогите им. Как вот, значит, а в ответ тишина. Как там? Курю-курю. Так, это нету, да? У Ольги, Олы нету. Она какого-то этого смотрит, блогера сумасшедшего. Типа, я не знаю, из Дома 2, вот этот Дурдома 2, или откуда они там смотрят. Дурдом 2, короче, это называется. Люди, каждому, конечно же, поверь, как говорится, кто смотрит Дурдом 2. На этом все. Давайте будем прощаться. Сегодня много с вами были. Но мне пойти нужно дальше работать. Трудиться, заниматься любимым делом, помогать, спасать людей. Здесь, естественно, было максимально в виде шоу. Почему шоу? Потому что, как я и говорил, обряды, они индивидуальны. Нет для всех обрядов одинаковых. Они все разные. Мандаринки у меня все. Но и то вы видели, как вот этот парень-то был сегодня, Сергей, да? И то она вышла с ним вчера, на фотографию ему отправила, да? Попросила или присылала. Короче, вышла с ним на связь. А у нас вчера был обряд высшие силы. Помните? Какой? Срочный обряд. Позвони мне. Все, ребятки, давайте прощаться. Инстаграм отдельное спасибо. Увидимся теперь уже завтра. Пока. Все, всем-всем спасибо. Олечка Бородихина, отдельно тебе спасибо. Давай укладывай всех своих шесть детей, внуков, всех. Уходим, уходим, уходим. Доброй ночи вам. Прекрасного настроения. Так, Валентин, теперь тебе звоню.